Она мешает убрать. Я рассказываю, что мне позвонил один человек, очень близкий мне, и говорит, знаете ли, что патриарх Кирилл приезжает на Алтай? Нет, у него уже маршрут есть. В Потеряевку-то он приедет, я так удивился в Потеряевку, а подумал, не стущая, наверное, и говорит. Вопрос решил, я сразу к батюшке, я не делаю ничего, не паса, батюшка, а ты знаешь, что патриарх приезжает? Нет, зови его сюда, ты собираешься на встречу с митрополитом Сергием Иванником, Алтайским, Барнаульским, Московским патриархам, ну вот тут теперь эту мысль подкинь, напиши официальное приглашение и прочее, да ты знаешь, это у них маршрут выберен, но это в самом деле, когда патриарх Алексей Второй ехал, там где-то Тюминская область кажется, ну и священник сидит там рядом с патриархом, а рядом охрана, все это, машин несколько, и говорит, вот здесь интересное место, я с батюшкиных слов это передаю, они говорят, маршрут назначен, он не меняется, то есть у них заранее высланы туда люди, куда едет патриарх, там везде, говорят, на ветках под землей снайперы, все охраняют они его, то есть не надеются на бога-то, мы, и здесь также, я говорю, тем более заранее еще месяц, 21 сентября он только будет патриарх, а сегодня у нас, если вот сегодня, наверное, 8 августа, если правильно, да, 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 больше месяца, а 16 сентября у нас тут престольный праздник патриарх, в честь святого мученика, епископа Анфима Некомедийского, свято-анфимовский приход, патриарх, что он поедет, тебе не надо думать об этом, ты предложение сделай, чтоб потом не говорили, вот кто-то может потом, потом скажет, а вы не знали патриарха Терила, лично нет, он был такой расположен, в нем столько было человеческого, простоты вот этой, и он вполне мог приехать, да вы что, а мы подумали, не надо было думать, надо приглашение было дать, а он бы уже решил, ну назови его там, как по всем его регалиям, по чинам пройдись, если ему это нравится, генеральный секретарь там, КПСС или как святейший там, ну как у них принято вверху, как Брежник любил это, вот, я договорился с митрополитом Сергием, когда был, я вам даю звонок, и вы увидите, что высветится Игнатий, вы мне тогда звоните, потому что у меня денег нет, мне звонить не на что, я раз позвонил, другой, он не отвечает, я не стал звонить, а он разбирает, когда звонки были, когда придет время, и куда-то он поехал, и наткнулся на меня, он сразу позвонил, вы звонили, я говорю, так я тут не смотрю, он мне объясняет, ну и вчера я пришел к батюшке, и так, и так, ты позвонишь, ну как, разговора нет, я тоже телефон, дал сигнал, подождал минуты две, нету, не отвечает, наверное занят, теперь я разорение, буду звонить, пока не ответит, звонит, и наконец голос, а видимо высветился, о, дорогой мой, да я так рад, такие изъяснения в любви я вижу, это искренне говорит, мне говорят, да, их патриарх заставляет с вами, чтобы связь была, на патриарха валят, а при чем патриарх тут, он сам расположенный, он у нас был, у нас хорошие беседы были, ну люди, которые не знают, они меряют своими стандартами, я говорю, владыка приезжает, патриарх, я слышал, ну да, так вот, пригласите его в Патеряевку-то, потому что у патриарха столько дел, которые голову ему кружат, это некогда, разбор со священниками, там какие-то хозяйственные, административные дела, а вот здесь он, я говорю, взглянет на небо, ему истинно воссияет, я говорю, он говорит, патриарх о благовестии, наша группа вернулась с севера, только что была, в Варенцево море, Смоленовская область, говорю, там прошли, нам есть о чем поговорить, конкретно, не просто теоретизировать, а конкретно, мы прошли до Владивостока, Тихого океана, до Лиссабона, Атлантический океан, прошли Черное море по Турции с той стороны, до севера нынче, видите, как и везде мы дарим книги, мы видим результаты какие-то, есть о чем поговорить, он ничего не ответил, но я батюшке тогда передаю телефон, говорю, ну позвони, это поговори, а сегодня утром встал, у меня на душе, я так думаю, на сколько же наговорили, да за мой счет, я посмотрел, на 19 рублей, на 19 рублей, это я за год, за предыдущие 5 лет столько не наговорил, но митрополит, все-таки, думаю, да воздастся вам, наверное, разорение там никакое, вот на СМС на ваши скидывал, сколько, где-то, рублей 25 потерял тоже, писал сам, представьте, каждую букву через уличительные стихи, лоб, но не жалею, вот, у меня, я все попутно говорю, совсем недавно было, ну месяца полтора назад, сигнал короткий так, и ты погас, я открываю Билайн, счет, и думаю, опять, наверное, с меня высчитывают, Билайн, счет, не стал смотреть, не стал смотреть, а завтра посмотрю, открываю, Билайн сообщает вам, что на ваш счет переведен на 1000 рублей, вот это да, а кто, так и не знаю, проходит какое-то там время было, опять Билайн, я уже в Билайну приглядываюсь, опять кто-то перевел 1000 рублей, они думают, я тут день и ночь разговариваю, а я Володе говорю, давай помаленьку перекачиваю на себя их, побольше говоришь, мне они зачем, я привык жить в этой бедности, я в ней плыву, я бы мог аппарат надеть и хорошо слышать, а мне так приятно, я ничего не слышу, а кому надо докричаться, я просто, людям тяжело со мной, а мне-то разницы никакой нет, они мне кричат, где ребятишки как-то телефон звонят, они слышат, я говорю, вы мне говорите, а они сейчас вот 20 человек, телефон, за столом, телефон, вот так кричат, я все попутно сказать, вчера у меня мысль была такая, я говорю, я ролик вышел детей, и научаю, научить удивляться новинки, и тому, что совершает Бог, делам Божьим, надо быть интересным, научить удивляться, привожу разные примеры, когда люди не удивляются, это засохшее, они не интересные люди, а вчера я сказать-то сказал, время идет, а размышления у меня все продолжаю варить, все спрашивают, откуда у меня тема рождается, от молитвы на размышления, и подумал, наше удивление на Божьи дела, если так, по крупному счету, это насмешка, насмешка, никогда мы не можем понять не только всего, а даже верхушку как следует, ну хорошо, земля одна, все разное, а как, так ты еще не думал о том, как из ничего Бог землю сотворил, и как дал повеление ей, чтобы этот навоз превращался в прекрасные помидоры, а навоз-то возят, перегноют, и идут, еще мы едим-то, я как-то человеку одному говорю, скажи вот, вот вы сильно есть захотели, ну просто замечательно, вас кормить не накормишь где-то, и вот вы увидели, прокисшее такое, стоит рожки, ну по нужде-то съешь, это не все, промывать не надо, не дадут вам промывать ее, и кроме того, человек шел туда и сморкнулся, и видно, жирно сморкнулся, вы будете есть? Нет, не буду, я говорю, будете, будете, если поставить аппарат и через него пропустить, да какой аппарат, мне отвратительно, даже вы сказали, уже тошнит даже, я говорю, ну этот аппарат живой, подошла куречка и склевала это все, она это все любит, вот сплюнь, там бревотина лежит, она все соберет и съест, и вот эта ящушка, заключенная, вот эту скорлупку подадут тебе, там омлет или всмяточку, и ты скушаешь, а это как раз то, что там было, действительно, так вот действительно, ни один прибор не может сделать так, чтобы у тебя не было отвращения, раз, а во-вторых, там остается все, а здесь еще нету, и заключенная будет вот такую скорлупку, понимаешь, нет, что туда и укол-то не сделаешь, предохранение, ты можешь этому удивиться, как она, так там еще пленочка какая, ну какой там натянут этот целлофанчик там внутри, да мало того, там жизнь заложена, если выпарить, там петушок поет, вдумайся в это, я удивляюсь, так, вот курица переработала, но то, что она переработала, то кто-то ей дал это, кто-то вложил в нее, кто, и как, на каком уровне, этого никто не знает, так это там все, бог сотворил из ничего, мы одно в другое переворачиваем, допустим, из помидор сделали томатный сок, передавили его, и ой, в банку заложил, мудрая какая жена, а какая тут мудрость, а бог из ничего, не было, сказал и явилось, как я могу этому удивляться, когда, когда это вообще непонятно, как, ну, закон сохранения веществ, маломоносов, это понятно, но вещество перегорело, и сколько сгорело, тепло, это перевести на вес, и будет один к одному, оно никуда не девается, в мире ничто не исчезает, это понятно, понятно, ну, а как я могу удивляться тому, когда я на порошинку не понимаю, поэтому я удивляюсь, это насмешка просто, настолько великое это чудо, и это чудо, океан, океан безмерный, неразмерный, и вложить это сюда, а уже о боге, о троице, то ты о чем рассуждаешь, да, ты можешь говорить, можешь лопотать, слава тебе, Господи, нам разрешено это говорить, но и ангелы не понимают всего, речь, когда шла о сыне, то и сын не знает, сын по человечеству, только, это Иван Гирис Марк говорит об этом, как Бог, он и тогда знал, поэтому, вот, вот рыба, вот она, кто-то ее достал, это Татьяна, купила ее, красная, малосольная, вкусная, любой скажет, как эта соль получилась в земле, она нужна человеку, она в крови, как? Здесь показывали одна гора, даже не гора, а как бы два больших, ну, площади такие-то, и у них гора соляная, вся соляная, просто пили, чистая стопроцентная соль, кубы, ее берут там, проще там, и из нее, с вершины, вытекает родник чистейшей пресной воды. Как это может быть? Никто не знает, это простые вещи, простые. Люди работают на поле в Горьковской области, кажется, писали, на поле, это один говорит, да смотри, небо-то какое чистое, вон облачко какое, и облачко прям движется, и движется, прям быстро движется, и все смотрят на поле, и действительно движется, и разрастается, черднеет, и вдруг это облачко падает на землю, прям падает вниз-то, и несется, вырывает деревья, видно огромные дубы с корнем, рвет и дальше идет, пронеслось по деревне, и крыша повалила, все, и сразу исчезло. Что это такое? Ну, ясно дело, что это какая-то сила, некая сила, назовем, но какая? В тихое, мирное время, люди работают, и вдруг на чистом небе появляются. Вообще, прикоснуться с этой тайной не можем. Я говорю, а вы можете объяснить, что ветер? Ну, это перепад температур. Вот, попробуй так свежку, открой и свежку, и ты увидишь, как туда свежа будет отклоняться наружу, а внизу она будет сюда, потому что воздух холодный тяжелее, он будет сюда, и вот так. Ну, а какая здесь скорость? Ну, полметра в секунду, наверное, полметра. А ты знаешь, есть торнадо, 220 километров, сейчас, торнадо, и чтобы создать температуру, чтобы такой ветер, вот шел, это перепад температуры, если вы объяснили, другого объяснения нету, это должно быть там, примерно 3000 градусов жару, а там, почти 283 градуса мороза, минус, и то не получится. Откуда это? И при том, и заранее видят, идет торнадо, такое-то называется, такое-то тайфун, такое-то имя, ему дается, Анфиса, и он несется, и дальше что будет? Что это такое? Откуда? А когда смерч закручивает, показывает, поднимает вверх, такие огромные рыбы там, несет, и машины, и все поднимает, и просто воронка, и в воронке оказывается, человек, и не просто так. Села бабка, да и корову-то, в это время-то вихрь, и корова рванула, говорит, и подой не опрокинула, и коровы нигде нету, и коровы нашли, только там километра за 20 где-то, на поле. Как это может быть? Даже у нас здесь потеряет, я еду, вот здесь когда лог, а лог это глубокий, а там поле на вершине-то, но я садил, что на вершине, тут никакой рыбы рядом нету, я гляжу, что-то вот так, после дождя, пшеница шевелится, я туда, а там рыба, рыба, на вершине, на этой вот, на поле, на пшеничном-то, там нигде ни ручейка, нет ничего, откуда она? Ну, объяснение такое, что ее подняло где-то, теперь сбросило с дождем, то есть, я беру только то, к чему капелькой прикоснулся. Я говорю, объясните, простое, вот огромная стоит сосна, и видели, воз нее даже земля маленько взбугрилась, так, под ней пустота? Нету. А из чего вот это получилось? Теперь эту сосну, ну, японские машины, они так, опускаются машины-то, и все сучки, все-все перерабатывают в опилке, только труха летит, и огромная куча, откуда она взялась? Ну, свет, без света не было, от света ни одного килограмма не бывает, это, вода, ну, вода была, там остается вода, вода куча не ложится-то, и дальше, а дальше ничего нет, земля, земля не убыла, а наоборот, прибыла, откуда она? Где корни? Она наоборот, прочная, твердая, откуда? Да хавли суток, это посчитай, сколько-то, откуда это все набралось-то? Преврати это в опилки, а один тополь преврати в опилки-то, и ты даже, даже слова не скажешь, и всюду свое качество, и отовсюду какие-то незримые нити к человеку, вот это, от этого болезни, это, вот это, в одной деревне лекарства нету, у нее сын был такой дуралом, он пас лошадей, уснул, пьяный, а она, тетка Лисовета Кочкина, она сухопарая такая, женщина была, уже в годах, и она побежала, скорее, железной дороги не было, туда лошадей искать, сказали, там видели, или табун, пешком за лошадями, это не корова, лошади-то их только на конях пасут-то, и она, ну, голодная, и она там небольшой, такая куртинка, как вот бывает, ямка, там, ну, может быть, гектара два-три, и там смородина, смородина дикая, конечно, кислая, и она напала на нее и ела, про лошадей, наверное, разобыла, ела и ела и ела, и вдруг ее на двор потянула, она пошла с нее, как пошел этот глис, ленточный, это там, метров пять-десять, он лентой идет, с головой вместе и вылез, а она не знала, лекарства никакого нет, вот сын должен был напиться, лошади должны были сбежать, и даже в том направлении показали, где найти эту смородину, поесть, и она очистилась, вот это сочленение, это сделай еще кто-нибудь, да ни у кого больше не было, ни у кого, а зачем, опера, разину разную купил тебя, долбанула и кверх ногами все глисты, все вылетело с тебя, ну а дальше-то осталось тебе, это яд-то, и она нашла, я теперь смородину, смородину стал по-другому смотреть, в ней есть нечто лекарственное, Никита, обопрись об стенку, а то хлопнешь, то упадешь, да, я попал все, к слову сказать Никита, меня она еще озадачила, я ему, ну и ничего, ничего не может делать, совершенно, даже гвоздь вытащить, то есть жил в вакууме в каком-то там, но я пытаюсь учить, он слышит, слышит, а делает-то по-своему, но иногда ошибется и сделает правильно, вот, я допытаюсь, откуда у него, что это, почему, да, наркотики были, да, компьютерные игры, там, ну проще, то есть совершенно нет, вдруг он выдает, я говорю о природе, о ласточках, о атмосферном давлении, а я это знал, знал, отец Кирилл Сахаров не знал, а ты знал, отлично, больше я тебе подсказывать не буду, теперь я буду спрашивать, как со знающего, до этого я скидывал на то, что ты не знал, я учил, тут маленько, как-то сглаживался, а теперь нет, он стоит, что дальше, не знаю, ну почему ты это сделал, а потому что дурак, ну дурак-то дурак, ведь до дурака тоже надо дорасти, еще сдать экзамены, чтоб комиссия приняла, так или не так, в каждом деле, я ему говорю, если бы мой разум, мой настрой, вместить в твое тело, ну я так фантазирую, но все остальное так бы было, то, что тебе есть недостатки, я бы их размолотил до обеда, я бы тут и пить имью, тут не пить, не есть, тут на молитву чаще, я с таким бы напором бросился на свои незнания, на эти дыры, прорехи в мозгах, в сердце, ничего бы не оставить, а это даже никаких нет, он идет, все, он дал доску, вот он рубит, допустим, это, шкурить, и рубит в землю, а там кирпичи везде, ну там же кирпич, но вы же сказали шкурить, но я же не знал, что ты будешь в землю, это топор-то, а ты точить не умеешь, молчишь, ну возьми дощечку, подложи под нее, и теперь на дощечку, вот так поставь, и теперь, ну что поставил, это тащи теперь, ну дальше я не сказал, берет дощечку, а там гвозди в ней, оно рубит, теперь вот, ну мы же про гвозди не сказали, то есть я должен был сказать, ну неужели это нужно говорить, то есть нет момента, где бы на полминуты вперед, вот работаем на это, уже полностью ограниченное расстояние нашей дамбы где-то, он оттуда выбрасывает, какие-то ветки, которые там в реке, в пруну, я отношу, выбрасываю, есть куда, ушел издалека, вчера смотрю, длинная вышла, думаю, бросит она ее не так, чтобы она за борт, а она поперек, половина будет торчать, так и есть, он ее бросил, а хвост весь торчит на дамбе, а теперь на то набрасываешь, эту не отломить, она мокрая, скользкая, я сразу быстро подошел, а за ты бросил, зачем? Ну ты знаешь, что это уже дамба, что это надо убирать, ну да, а почему не убрал, зачем ты так бросил? Убрать надо когда-когда, когда-нибудь потом, когда потом, когда сверху, ты сейчас следующий, ты его заваливают, то есть, если бросать, то вот так они у него будут, почему не ровно, почему не под откос, откос-то, такое расстояние, огромное расстояние, там метра двадцать, ответа никакого нету, совершенно никакого, то есть, проснулся, и не проснулся, и хожу, хожу, то есть, абсолютное безразличие к тому, что после меня и как со мной будет. То есть в моей практике это первый идиотический полноценный случай. Никакой надежды на исправление пока нет. Но грубости большой нету. Где-то, ну, что-то про себя, может, буркает. Я хотел просить тебя, брат, взять его на зиму к себе. Ты помнишь, как просил Филипп Филиппович-то? Иван Арнольдович, переходи ко мне. Я так устал с Шариком. Возьми его к себе. Я так устал с ним здесь. Из-за жалости. Понимаешь, нет ни одного дела никакого. Повалили дерево, его тащить надо. Он ветками вперед растопорился. И сказал, вот отсюда, вот так вот. Мы сдвигаемся дальше. Я показал направление, он вот ухватил. Но мы наши, где в кучу-то кладут, жерди-то, отошли в сторону-то. И туда просика. Он не пойдет. Я же так показал. А на пути только полные деревья растут. Он среди них ломится. Но вы же сказали, вы там говорили рукой-то. Ну мы сменили позицию-то. Теперь в другом месте. Теперь просика вот идет. Нет, но вы же так показали. Я не думаю, ты издеваешься надо мной или что? Послушание он проявляет на этом. Понимаешь как? Вот найдешь ее, я вот такие показал. Я к примеру уже говорил. Вот чашка такая, да ты видел какая? Ну да. Ну я рублю и там как-то от бобров создать. Так это хорошее. Рублю ее, все раз я сказал, все. А вы же не сказали. То есть я не сказал. Но я никогда не догадывался, что это можно дальше продолжать что-то объяснять. Я тебя послал за водой. Все за водой. Что возьми ведро. Ну тут понятно. Ребятишки так же. Но я не сказал, что дорога если потянет тебя на двор, ведро писать не надо. Ведро ночью писать где-то. Но вы же не сказали. Вечером говорили ведро, а я тут и... Вот все. То есть невозможно никак. То есть у меня не хватает. Я прошу вас, Владимир Владимирович, забери шариков к себе. Я вам предупредил, если ты дальше будешь дурить, мы просто расстанемся. Украина пополнится еще одним. Мы обессилим ее. Будем отсылать к ней на колесиках колесниковых. Но работают интересные пока же, что. Что-то делает, что-то копает. Все, что в руки попадет, все трещит и ломается. Вначале копать ямки, где молиться. Я наказываю. Вот так-то рычаг-то не делай, в ямку-то подолбил, дальше вытаскивай. Так-то тут край, тут... Рычаг был бы, архимед, землю перевернул-то. Тебе не делал. Только проговорил, маленько проговорил, все, отломил лопату. Подходит лопата отломана. Еще дальше, дальше ничего нет. Еще больше. Он не сделать, не насадить, не знает. Он не знает этого совершенно. Все, ну стой, встань, стой. Дал выдергу дергать, но я показал, как дергать-то. Но большой гвоздь, он с одной стороны тут же ухо отломил, выдерга пропала. Выдергу тут же отломил сразу. Все, пришел, вот она. Ну, правда, выдергу купил. Вот тележку дал везти, камыш. А впереди надо наваливать так, чтобы сюда. А вон вот, когда кладется что-то, как хвост везет, вот так, на вильник. На вильник это сколько поделешь. Теперь по углам, посередке задавливается. Это середина, задавливает туда. А вон вот так, раз, два, три. Все. Если я 15 могу навильников, он только три. И с тремя будет бегать. Но и три навильника-то он положит так, чтобы они были у него только на заду. А на заду, значит, тележку-то везешь, ее надо давить. Она же перетягивает. А она слабая, нет. Поехал, тележку сломал. Тележку, на которой возим. Ну, что дальше делать-то не знаю. А теперь давай ремонтирую. Давай другую оглоблю. Да усиливать третью оглоблю. Она такая сейчас и стоит где-то. Вот с чем бы, где бы, как бы не соприкоснулся. Потому что он не знает, не видел. Даже 26 лет. Я, к примеру, говорю. Это наша страна. Везде. Мы-то даже удивляться всему. И вот это. Ну, а если какая-то надежда, не знаю. Поза глаза, да. А в личном, то тяжело. Просто тяжело. Вот показал, а про это ты не сказал. Да ты же сказал, что знаешь. Спрашивает, а что делать-то теперь-то сам знаешь. Раз ты сказал, знаешь, я тебе уже ничего подсказывать не буду. Делай сам. А что делать-то он не будет делать, будет стоять. Ну, накажи себя, не пей, не ешь. Сергей говорит, три дня не пил, не ел. А вижу ему это в расстройство. Даже один раз без первого остаться. Мне жалко это. Да ладно, садись. Что-то могила исправит. Понятно? Это я про себя рассказываю, как у нас здесь было. Разумный человек, он должен везде приглядываться. Вот тут сидишь, посмотри, из чего все сделано. Почему вот эта вот нижняя сторона сюда, вот она тоненькая, а почему кверху другая сторона-то пошире, вот конкретно, вот стропильненькая маленькая. Почему именно так? Он никогда об этом не задумывается. Совершенно никак. Вот почему именно такая вещь стоит здесь, а это так? То есть он не видит. Он смотрит и не видит. Я не могу доверить ребенка, даже до туда довезти. Одного. Я одному ему запретил даже в комнату заходить. Потому что он любому откроет. И как-то там хоть собаки у тебя поохраняют. Или как-то. Значит, строго убирать за собаками, когда его нету, это он все может. Может посильнее. Ну а дальше, дальше верующие. Я говорю, на исповеди, перед крещением ты не исповедовал какой-то грех. Причина вот в чем. Но я больше этого не делал. Исповедовать надо было. Исповедовать. Если ты его не исповедовал грех, грех этот быстро разрастается в раковые опухоли мозга. Ты даже не знаешь этого. И теперь будет у тебя это идти и душить тебя. И он дальше не спрашивает. А что теперь мне делать? Он не спрашивает дальше. Ему это все равно. А зачем? Это как будто бы душа вошла вот в это тело разваленное. И оно совершенно отдельно от него. И оно не заботится. То есть у меня ни одного дела нет, которое я бы сказал. И мои поправки, мои пояснения, мои комментарии полностью исчерпали бы так, чтобы он дальше ничего не смог сделать уже по-другому. Никак. Совершенно. Что бы ни сделал, обязательно будет не так. Щурка внизу будет гнить, если заболеть. Я вчера гляжу, щебурахнули там две щурки туда, огромные сутунки. Теперь надо Сережа приедет, будем вытаскивать их оттуда. А что, бряхнул, все, сел и уехал. Я квартирант. Я знаю, логика квартиранта, логика падшего демона. Он убил наркоманов, другого залез. А Бог заботится об этом храме. Вы храм Бога живого. И Бог исправляет, ощущает. Все, я же совсем ослеп на левый глаз-то это было. Повреждения-то где-то. Только святой водой мазал и мазал, никакого лекарства. Ты сейчас гляжу нормально. Я вижу, где ты сидишь, где Лена. Вот. И каждое утро везде все мазал, крыльцо-образно. Ты же святой водой. Ну, а попутно по ушам. Я слышал, даже разговариваете. А прибор если надену, после прибора я совсем никакой. Говорит, нет. В Германии сказали, кто где бабки стали носить приборы, все оглохли. Ну, это и понятно, потому что атрофируется ум. Слышно, зачем работать. А у меня он все время в напряге. Притом, по телефону я разговариваю, даже никто не догадается, что там не слышно. Ну, даже очки. Погромче. Очки даже выписывают, когда, например, минус один. Не надо. Нет. Когда очки выписывает врач, зрение минус единица. Мне не надо. Они выписывают меньше, чтобы глаз... Я выслушал и сказал, мне не надо. Нет, я хочу. Я нормально вижу. Она сравнивает, слух со зрением сравнивает. Ну, а еще? Что врач выписывает меньше, чем недостаток зрения, чтобы глаз не переставал работать. Я проверял. Одновременно в кровоя больнице, везде. Все сделали. Все выписали. Я ничего не взял. Но Виктор Андреевич сам купил аппарат там какой-то... Вы сказали про то, что слух должен работать. Да. А она говорит, что врачи это знают, но которые с глазами занимаются. Они выписывают очки, не такие, чтобы ты хорошо видел, а чуть похуже, чтобы у тебя... Я знаю, я знаю, мне не надо этого. Я у меня обучительный... А почему бы тогда... Я глянул, букву написал, все положил. Вот они бы аппарат слуховой так бы сделали, чтобы чуть-чуть не слишком вязко, а чуть-чуть похуже, чтобы... Никак. Чтобы... Виктор Андреевич наставит, что слушай, привыкай, там шумы. Я надевал его только тогда, где беседа с архиереем. Тут переспрашивать уже некогда, время идет. Ну а дальше я чувствую, прям сразу мне хуже. Врачи удивляются. Что удивлять это? Я имею свидетельство от многих людей. Я попутно об этом говорю. Так. Ну вот так. Я начал с удивления. Всегда удивлять себя должен. Спаситель так нас возлюбил. Это только слова. Этого нельзя... Ну нельзя узнать этого. Как Бог, непонятный Бог, всюду присутствующий, и возлюбить такое творение Его, наделенное такой энергией, мыслями, бессмертием, взбунтовавшийся против Бога, и Бог ему отдает самое драгоценное сына своего. Удивляться. Ну удивление наше это просто насмешка. Я так вывел для себя. Я буду удивляться, буду, но я понимаю, это ничто. Потому что я ухватил только от вершинки курящуюся дымку. Чуть-чуть. А все, что здесь находится, запредельно, непостижимо, непонятно. Вот так. Я, видишь, всего хватаю и попутно говорю. Ты потрудишься, у тебя получится лучше. Мне никак нельзя. Но если, Игнать, тихо, что у вас не получилось, то кто я такой-то? Ну посмотришь маленько. Собаками будешь подтравливать его, чтобы... А дальше пойдет лучше, может быть. Я посмотрю. Суббота в откресенье. Он уже через две недели скажет, я тебе не собака, вот занимайся своими собаками. Ну как только скажет это, так и расставили. А если скажет, как Егор был, все, расстались полностью. Расстались и до свидания. Я даже вот пасти его коров. Хотел оставить, осенью просят Володя оставить. То только с Володей, чтобы попасться. Потому что сказали, паси сюда. Ну не сказали, до реки, он будет гнать до соседней деревни. Такое у меня представление. Вот. У меня тут приехал один, он архитектор с Санкт-Петербурга. Ну и пошел пасти со мной. Ну корова-то вот идет, вот она. Вот идет впереди стадо, вот это вот корова идет. Ну корова-то, допустим, пошла туда. Вот я здесь потеряю, а там корчено. Ну и надо корову-то забежать, да и вернуть обратно к нашему стаду. А он сзади за ней идет, она дальше. Гляжу, уже от глаз удаляется. Он бегом за ней, и она бегом корот. Ну он по дорожке, дорога, по дороге-то. Архитектор, у него манят, что надо забежать. Любой ребенок знает-то. Забежать дальше со стороны. И встать сюда и повернуть, она повернется. Теперь увидит табуна, она табуна не видит, она не поймет, куда ее гонят. Я восстановил, Аркадий, ты что делаешь-то? Когда я вернул уже назад, я говорю, ну вы сказали, корову гони. Ну куда гони-то, не сказал, гони. Не от стада же, не в соседнюю деревню. Это он в соседнюю деревню попер ее. Он не один такой. И вот о таких вещах начинает говорить, и главное судит. Какой бы я ролик не выставил, и главное, а посмотрите. И этот Игнатий-то встречает архиерея, а как одеты. Это как бомж, как Плюшкин, с архиереем. Понимаешь, а что архиерей? Человек. Как этот, когда Иван Грозный-то, говорит, заболел, его осмотрел врач и говорит, болезнь серьезная, прямая кишка. Клизму надо ставить. Они, помазаннику Божию, клизму, еретик. И тут же его казнили. Узнали немец какой-то там, хорошо знает. К нему пошли, тот долго стучал, смотрел. И говорит, клизму ставить надо. Да ты, приехал откуда-то, помазаннику Божию. И вот какого-то, наконец, нашли, тоже туда пошел. Нашли на болоте. Сказали, там есть лещик какими-то травами. Борода у него зеленая уже. Нашли. Он долго смотрел, стучал. Второй, третий день-то, не все поняли, оттягивает кончину свою. И в конце говорит, ничего не поделаешь, клизму надо ставить. Ну ты-то, природный русский, в монахах был, помазаннику Божию. Ты маленько-то, шуруп, что ты делаешь? А я не сказал, кому ставить. Да какому ставить-то? Ну а всем, кто вокруг него. Вот с тех пор так, как у нас в государстве не ладят, то что они, так клизму народу ставят. А порожняют от старых сбережений, деньги там меняют и все прочее. Вот так. Так и здесь. Ты с кем разговариваешь? А то надо все учитывать. Так, я доем. Все, Володенька. Спасибо.